Память святых мучеников Их наставники явились наставниками для них не только в ремесле, но и в истинно-христианской вере. Будучи достаточно искусными мастерами, братья Флор и Лавр были направлены из Византии в провинцию Иллирик. Это территория современной Хорватии и Черногории. Правитель Иллирика, Икаун, направил их для того, чтобы они возводили языческие храмы на побережье моря. И вот когда они прибыли в соседнюю область, начали возводить один из храмов, они деньги за строительство не брали, раздавали нищим, убогим, больным и при этом еще также активно проповедовали благую весть Евангелия среди местного населения, чем снискали себе большую любовь среди простого народа. И, конечно, слухи об их просветительской деятельности дошли, в свою очередь, до начальства. Их призвали к ответу, как в свое время святых апостолов Иоанна Богослова и Петра. Несмотря на то, что их защищали те же самые жрецы, вот в частности, Флор и Рвабер исцелили от тяжкой глазной болезни сына верховного жреца одного из строящихся храмов. Несмотря на это, их призвали к ответу и, в общем-то, тех людей, которые участвовали в строительстве храма, в дальнейшем сожгли, потому что они, вот эти люди, участвующие в строительстве, хотели сделать из язвического храма христианский храм. Там был выдружен крест в восточной части храма, вот, и в дальнейшем святые мученики, братья Флор и Лавр, были доставлены к правителю той области, где они находились, и их сбросили в пустой колодец и засыпали землей. Через некоторое время их святые мощи были открыты, эти мощи были перенесены в Константинополь, столицу Византии. Их видели в XIII-XIV веках многочисленные новгородские паломники, то есть наши с вами земляки из пределов России. И вот эти святые мученики имеют благодать и дар от Бога предотвращать падеж скота. То есть, фактически, эти святые мученики являются покровителями лошадей, их так и изображают в иконописной традиции. И вот есть такой интересный факт, что один из современных государственных праздников России возник непосредственно как раз из почитания церковных вот этих вот деятелей. 31 августа по современному, по новому стилю, день памяти мучеников Флора и Лавра, это также день ветеринара. 2 сентября по новому стилю Святая Матерь Церковь молитвенно воспоминает память святого пророка Самуила. Это был последний из судей ветхозаветного периода истории развития Израиля и один из наиболее почитаемых пророков. В одном из текстов молитв есть такие слова «Иерей и Арон в Иереех Его» и «Самуил призывает имя Его». То есть, пророк Самуил был сыном пророчицы Анны, жил он в XI столетии до Рождества Христова и известен тем, что при нем как раз прекратила свое существование так называемая теократия. Это форма государственного управления. Как известно, был такой период судей ветхозаветной истории Израиля, когда народ выбирал наиболее почитаемых людей, которые благоугодили Богу своей святой жизнью и которые имели дар пророчества от Бога. Вот как раз последним таким человеком был пророк Самуил. В свое время пророчица Анна не имела детей и очень печалилась по этому поводу. И вот когда родился будущий святой пророк Самуил, она дала обет посвятить его на служение Богу. В трехлетнем возрасте маленький Самуил был отнесен для служения к святилищу, первосвященнику и суде Илью, который был, в общем-то, слабым правителем. И народ израильский в то время постигло множество бед. Самая главная беда – это утрата Израилем ковчега Завета. Пришлось много воевать с окрестными племенами израильтянам, прежде всего с филистимлянами, с аманитянами и так далее, прежде чем сами филистимляне через некоторое время вернули ковчег Завета. Пророк Самуил, будучи уже весьма в преклонных годах, вместо себя оставил править народом израильским своих сыновей. Но они оказались скоростолюбивы, и народ испытывал много негодования, народ роптал и попросил, чтобы Самуил дал им земного правителя, царя, как в окрестных, в общем-то, племенах, как было распространено в то время. Причем пророк Самуил предупреждал народ израильский о опасности вот этой такой формы государственного правления, монархической, потому что, в общем-то, имелось много примеров, когда люди злоупотребляли властью и, в общем-то, были для своих, скажем так, подданных. Их правление было несчастливым, и было, скажем так, небогоугодным, и много бед и скорбей испытывали вот эти вот самые народы. В свое время был помазан им на царство царь Саум, который, в общем-то, тоже приступил предел дозволенного. Всегда разделялась царская власть со времена и пророческое служение, и также функции первосвященника. И вот перед одной из битв, не дождавшись пророка Самуила, царь Саул решил собственноручно совершить жертвоприношение, чем навлек на себя гнев вот этого самого пророка Самуила, потому что, в общем-то, он не имел на это права. И пророк Самуил предупредил царя Саула о том, что это просто так не пройдет, вот что гнев Божий будет пребывать на нем, вот, и тайно через какое-то время помазал на царство царя Давида, которого мы знаем как не только царя благочестивого, но также пророка и псалмопевца. Закончил дни своей земной жизни царь пророк Самуил в возрасте около 90 лет, вот, и память о нем, в общем-то, запечатлена в первой книге Судей. Это тексты Ветхого Завета. Добрый день. К нам пришел такой вопрос. Является ли предохранение от нежелательной беременности нарушением заповеди Божьей? Ну, тут, наверное, надо сказать, что задающий вопрос имеет заповедь Божьей, плодитесь и размножайтесь. Здесь непонятно, не совсем понятно, скажем так, что такое нежелательная беременность в данном контексте. У церкви есть такой документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». И вот там говорится, что мы можем предохраняться от беременности или препаратами, скажем так, абортивного действия, и тогда это однозначно является убийством уже, скажем так, нерожденного ребенка, и тогда это однозначный грех. Но есть, как мы знаем, еще препараты не абортивного действия, то есть с их помощью можно предохраняться от беременности. И вот здесь вопрос уже гораздо сложнее, гораздо глубже. И нужно этот вопрос разбирать, опять же, в каждом конкретном случае и лучше всего со своим духовником, потому что, естественно, смещение к духовнику задаст множество, скажем так, уточняющих вопросов. А почему человек, женщина или мужчина, иногда муж, да, хочет, чтобы ребенка не было? Почему вообще семья, скажем так, не хочет иметь ребенка, да? Из-за каких причин? Бывают причины, да, вот здоровья матери, да, тут уже дело понятное, и тут уже на усмотрение каждого человека, греха здесь, наверное, большого не будет, если человек из-за здоровья мамы не может иметь или не хочет иметь ребенка, да, есть какие-то опасения здоровья. Другие вопросы уже, потому что иногда говорят, ну вот мы боимся там поднимать, или это мешает нашей карьере. И тогда, наверное, вот это уже некие эгоистические, скажем так, побуждения, когда человеку будет мешать дети, ну, скажем так, мешать жить вольготно и, может быть, беззаботно. Да, и тогда, скорее всего, да, именно это уже и является грехом, да, когда человек ради своего эго, ради нежелания, скажем так, потерпеть или претерпеть какие-то, даже уже не говоря уж о бессонных ночах, да, может быть, карьерные какие-то уступки сделать, или меньше, скажем так, денег и средств остается на себя любимого, да, тогда это, конечно, эгоистические побуждения, и это уже, наверное, является грехом. Есть множество еще других, как бы, причин, почему иногда семья не хочет иметь ребенка, но это уже, еще раз говорю, нужно в каждом конкретном случае разбирать лучше со своим священником, который может подсказать, который может направить, да, какие-то размышления, почему человек не хочет иметь ребенка, или на самом деле эти препятствия так уж серьезны, да. Можно вспомнить какие-то моменты, да, даже из практики своей священнической. Вот приходят женщины, тоже вот подобные какие-то вопросы задают, допустим, у них уже двое или трое детей, вот вроде там четвертый или третий ребенок, говорят, ну, наверное, уже много, наверное, не потянем, как ты с ней говоришь, да, все-таки вот какие-то слова приводишь. Проходит там два года, может быть, да, там полтора, рождается ребенок, приходит такая женщина и говорит, ну, как хорошо, что мы его оставили. Он сейчас представит, что вот, допустим, этой девочке или этого мальчика, да, вот он сейчас есть, нами любим, а мы его как бы не хотели, и если бы мы приняли решение, да, не заводите, вот его бы не было, да. Вот такие слова, они, наверное, самые такие яркие подтверждения того, что мы не нужно бояться, да, что когда ребенок появится, да, мы уже его и полюбим, да, и найдем и время, и силы и поднять его, и воспитать, и дать свою любовь этому ребеночку. К нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола, откуда пошла эта традиция, и надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет. Только тогда на бухуслужение вместо колоколов созывали звуками труп. Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные билы и клепалы, скажем так, в такие деревянные или медные полоски или трубы, да, в которых, ну, которые издавали громкий звук, и всем в окрестности было ясно, что настало время идти на бухуслужение в храм. И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу, да, во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики, да, и сказал, что вот как бы можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола, да, из металла и созывать с помощью их. Да, и так стали действовать сначала в Западной Церкви, мы знаем, что до XI века церковь была едина, да, а потом в греческой тоже, восточной церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, да, где колокола именно полюбили, очень полюбили, и они вошли в устав, в типикон, да, колокольные звоны вошли в устав, это теперь неотъемлемая часть бухуслужения, разные звоны, там, благорест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни, это похороны, отбивания, или там вынос креста, допустим, на службе, да, то есть такие печальные моменты, или трезвон, радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службу архиерейскую, на службу великих праздников, который же трезвон, это радостный звон, и то есть он несет колокольный звон в первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение, или рассказа для тех, кто молится в дома, да, в окружающих домах, скажем так, в деревнях, а раньше большинство населения жило в деревнях, или храмы были в каждом, скажем так, районе города, и колокольный звон слышен был в каждом доме города, да, напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы, да, то есть все люди знали это, и то есть могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у приты, да, готовить, да, помолиться в этот момент, и этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге, это потом трансформировалось в известные слова нашего писателя Чехова, да, что вот если есть счастливый человек, должен кто-то стоять и молоточком, стуком напоминать, да, то, что есть, существуют люди несчастные, да, больные, и вот им тоже нужно помогать, и ты можешь стать таким же, да, поэтому нужно помогать, как бы, вот это вот опять же трансформация этого колокольного звона, когда колокольный звонит, да, и мы, если слышим перезвон, да, мы вспоминаем, что вот, да, человека сейчас отпевает, возможно, нужно помолиться, да, о бренности жизни, да, трезвон, это даже если на душе плохо, да, всегда мы вспомним, что Бог любит нас, да, и можем опять же это послужить подкреплению наших духовных сил, поэтому вот он несет не только ультилитарные значения, да, созыва на богослужение, но и напоминание человеку вообще о Боге, о бремя жизни и о любви Божьей. Поэтому, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы то, сотворяя эту краткую монету. Он не был кем-то особенным, он просто верил и верно служил тому, в кого верил. Посреди большой кровавой смуты он не сдался на милость новой власти, над ним был властен только Бог. Именно во имя него священник Александр Гневушев положил свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чердоклинский район. История его богата, как и история всей России. Во все времена этот край имел множество небесных покровителей. Россия велика и безгранична, словно море, но есть у каждого свой милый уголок, который дорог нам до слез, любим до боли, название места, как волшебный узелок. Его на сердце завязала при рождении заботливая мамина рука. И потому душа полна волнения, когда я слышу песню земляка. Береза здесь тройнее и белоствольней, и словей в ночи заливисти поет. И люди все добрые и хлебосольные, и каждый в гости искренне зовет. И каждый уголок свиданий с детством, с невинной, безмятежную порой, от всех несгод испытанные средства, свиданий с Родиной, подаренные судьбой. И лишь одному из них, Андрею Блаженному, посчастливилось избежать гонений. Гавриил Меликесский, большую часть жизни преследовался советской властью. Судьба Александра Бряндинского сложилась еще тяжелее. Он не сдавал позиции без боя, коль отступал, но не сходил с креста. К врагу всегда лицом, а не спиною, и никогда не предавал Христа. Вперед всегда с молитвою и твердой верой, прося спасения душам до конца. О мире, церкви, здравии всем полной мерой, всем поколениям Бряндинского села. Но вот убили Александра. Остались матушка, семья. Еще одним святым, страдающим за веру, восполнилась русская земля. Хоть знаем мы о нем, увы, немного, лишь малую, что сможем для веков сберечь. Но имя Александра Гневушева, святого, теперь из памяти народа не стереть. 15 апреля 1930 года полномочное представительство ОГПУ по Средневоложскому краю постановило. Гневушева Александра Федоровича, 39 лет, являющегося руководителем Кулацкой группы, систематически срывающей мероприятия советской власти, ведущей злостную антисоветскую агитацию, распространяющего провокационные слухи, расстрелять. Вот так. Всего за несколькими сухими строчками уголовного дела скрыта история целой борьбы. Борьбы не за власть и не за деньги, а за самое святое, что осталось тогда у людей. За веру. К месту расстрела их возили на телегах. Лишь многим позже, когда количество жертв вырастет, станут использовать автомобили. Было около 11 часов вечера. Город спал. И лишь одинокий кучер мог заметить эту процессию. Священномученик Александр Гневушев был причислен к лику святых 17 августа 2004 года. Середина прошлого века дала нашей истории много новых священномучеников. В самом кровавом году террора. В 1937 году в одном только Ульяновске расстреляли 347 человек. Из них 6 архиереев, 126 священников и 30 монахов. И далеко не обо всех мы знаем даже сегодня. Их история еще впереди. Отец Александр Гневушев родился в Симбирском уезде в селе Русская Цельна 23 сентября 1889 года в семье Федора Васильевича Гневушева, известного симбирского священнослужителя и будущего настоятеля Свято-Троицкого собора города Буинска. Не для многих православных людей Русская Цельна – село известное, но когда-то именно здесь было имение служки Серафимова – Николая Мотовилова. Но Александр Гневушев был не единственным известным представителем своей фамилии в Симбирске. Помимо него здесь знали еще двоих – Михаила Гневушева, а также преподобного Алексея Братсурманского. Не уйти никуда, не уехать от Цельнинской родной земли, от пивучего церковного эха, раздающегося где-то вдали. Здесь сокрыта какая-то тайна, что однажды в назначенный час это место совсем не случайно в миг рождения выбрало нас. Отец Александра Гневушев очень любил своих прихожан и старался как можно больше сил вкладывать в их просвещение. Как и многие, он понимал, что настоящее знание только укрепляет веру. В селе, помимо храма, была школа грамоты и церковно-приходская школа. В 1912 году будущий отец Александр закончил духовную семинарию и был назначен псаломщиком в свое родное село. А еще через год он был рукоположен в сан священника и назначен в Христо-Рождественский храм села Олейкино. Там он прослужил до 1920 года. Его служение началось накануне Первой мировой войны. Закончилось в разгар смуты. На дворе разруха. Жалование священника ниоткуда не имеется. Священник пользуется доброхотным даянием хлеба так скудно, что и до вас голода не помрет. Да делать нечего. Так говорили про положение священников в 1919 году. Вся земля к тому времени у священника отнята новой властью. Он живет исключительно за счет подаяния местных. На тот момент у 31-летнего священника уже жена и двое детей. В январе 1920 года у отца Александра умирает брат, отец Сергий, служивший священником в селе Киять. Это в 60 верстак к северу. В этот момент сам он живет в бедственном положении, в губернии голод. Сам он тяжело болен, а жена его на шестом месяце беременности. Жители села Киять просят симбирского архипасторя перевести Александра Гневушева на место почившего брата. Священник соглашается, но не успевает он даже собрать вещи, как общее приходское собрание уговаривает его остаться. Сил на переезд у священника нет. Селяне обещают улучшить содержание, и отец Александр остается. В государстве, которое уже третий год борется с церковью, жители целого села вышли к священнику с прямой просьбой – остаться. Уже через 10 лет за такой поступок десятки людей были бы арестованы. Но на тот момент сила людской веры еще сильнее многого. Она сильнее новой власти, сильнее угроз, сильнее террора и сильнее сомнений. И в конце июля 1921 года в епархиальное управление обращаются жители другого села. Комаровка. Сегодня здесь расположен единственный в епархии женский монастырь – Михайло-Архангельский. Летом 1921 года здесь выстраивают Михайло-Архангельскую церковь, но вскоре настоятель храма уезжает. И жители села, знающие отца Александра как мудрого батюшку, просят его занять место настоятеля, не желая оставить веру Христову, наше православие, благолепие нашего вновь выстроенного храма. Там он служит до марта 1923 года. В июле того же года его отправляют в село Шумовка. Но на тот момент страну захватывает движение обновленчества. Советская власть стремится расшатать основу православной веры, от того к 1923 году в Симбирске всего одно легально действующее епархиальное управление. Это управление обновленцев под руководством архиепископа Иоанна. Ребята просят сильного антирелигиозника, хотя бы на недельку. Так пишет про Шумовку большевистская пресса того времени. Село подчиняется напрямую патриарху Тихону. Набожность селян поражает новую власть. Пушкой не прошибешь! Пишут они о шумовских прихожанах. Наконец, просьбы местных активистов удовлетворены. И в село приезжают агитаторы-боговорцы. Противостояние длится почти два года. В результате шумовские обновленцы направляют в епархиальное управление жалобу с требованием снять отца Александра с его должности. После проведенного расследования люди понимают, что просто так снять отца Александра не получится. Его слишком уважают в его приходе. Поэтому с ним пытаются договориться. Сначала ему предлагают прежнюю должность, но под новым обновленческим управлением. Он отказывается. Затем предлагают должность благочинного, то есть управляющего всеми храмами Ульяновской области. И вновь следует отказ. Наконец, летом 1925 года он уходит за штат. Поступок действительно сильного человека. К тому моменту быт в стране немного налажен. Царит Непп. Но помимо жены, у священника уже четверо малолетних детей. И дважды жители Шумовки на сходах просили его остаться. Но отец Александр не преклонен. Он не торгует своей совестью. Он до того тщательно и рьяно искал новый приход без обновленцев, что большевистские газеты окрестили его регистратором и агитатором тихоновских приходов. Наконец, в июле 1925 года, Божьей милостью, отец Александр попал на прием к новому управляющему Ульяновской епархии, епископу Виссариону, который назначил его на службу в село Бряндино. Новый приход стал последним в истории отца Александра. По версии исследователей, село Бряндино было основано в половине 17 века. Было заселено исачными иудельными крестьянами всего 101 двор и 616 жителей. Здесь теплое поле наполнено рожью, Здесь плещутся зори в ладонях лугов, Сюда золотокрылые ангелы Божьи По лучикам света сошли с облаков, И землю водою святое росили, И синий простор осенили крестом, И нет у нас Родины, кроме России, Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. В 1795 году в селе была возведена однопрестольная деревянная церковь Во имя великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Поэтому село имело и другое название – Пятницкое. К сожалению, она сгорела в 1848 году. В течение шести лет во всей округе собирались деньги На восстановление Бряндского храма. И к сентябрю 1886 года во вселе была построена Новая деревянная однопрестольная церковь на каменном фундаменте. Невольно вспоминаются слова святителя Феофана Затворника. Село без храма – то же, что дом без хозяина, Что тело без души, Что местность сухая, не имеющая рек и источников. В 1882 году в память о мученической смерти императора Александра II На сельском кладбище была построена каменная часовня, В которой обычно заносили усопших. В 1937 году эту часовню сломали. В 1884 году в собственном церковном здании Была открыта церковно-приходская школа для детей. А в 1905 году в селе было построено Деревянное здание земской школы. Иные батюшки всю жизнь работали в одном приходе. За время своей жизни отец Александр сменил четыре прихода. В этом также заключался замысел новой власти – Не дать сформироваться здоровой приходской жизни. Словно постоянно пересаживаемое дерево, Оно не успевало пустить корни. Постепенно меры, которые были применимы к священнослужителям, Стали жестче. Уже в конце 20-х годов прошлого века В стране установилась диктатура, И богоборчество было одним из ее столпов. Уже зимой 1930 года на ульяновских священников Обрушились страшные репрессии. Этот заброшенный клуб стоит на месте Разрушенной Бряндинской церкви. Первые попытки снести ее имели место Еще в январе 1930 года, Когда власти решили закрыть церковь, А колокола снять и вывезти из села. Но уже тогда на защиту церкви Встали сами прихожане. Отец Александр позже вспоминал на допросах. Я знал, что повсюду снимаются с церквей колокола. Но не стал вмешиваться в это дело, Не чувствуя себя достаточно авторитетным. Также, может быть, ненормальным явлением Было такое скопление людей возле храма. Но вмешиваться в это дело я побоялся. Трудно сказать, действительно ли это было так. Но одно можно было сказать точно. Отец Александр воспитал достойную паству. С ним или без него. Но они боролись за свою веру.